Сегодня стало известно, что Всемирная организация здравоохранения проверит российскую вакцину, но о производстве долгожданного препарата говорить пока рано, считают инфекционисты США. Все подробности у Ассель Жан-Барша. Российская вакцина все еще нуждается в оценке безопасности и подтверждении эффективности, поэтому проверки препарата начнут представители ВОЗ. Их интересует то, как проходило тестирование вакцины и соответствует ли исследованию всем требованиям организации. Мы находимся в тесном контакте с российскими представителями здравоохранения. Сейчас ведутся обсуждения относительно возможной переквалификации вакцины, но опять же, переквалификация любой вакцины включает тщательный анализ и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности. Главный инфекционист США Энтони Фаучик к российской вакцине отнесся скептически. Он указал на разницу между созданием нового препарата и подтверждением его эффективности. Сделать вакцину не то же самое, что подтвердить ее безопасность и эффективность. В США работают над полдюжиной или больше вакцин. Так что если бы мы хотели рискнуть и причинить боль множеству людей или дать им что-то, что не работает, мы могли бы начать делать это, значит ли, на следующей неделе. Однако это работает не так. Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Речь идет о российской вакцине против коронавируса гам-ковид-вак, которая накануне первой в мире получила регистрацию. По заявлению регуляторов, препарат прошел все необходимые испытания на нескольких видах животных, а также на 76 добровольцах. Однако, как уверяют международные специалисты, этого числа людей недостаточно, чтобы убедиться в результативности вакцины. Так, например, в США к испытанию вакцины привлекли 30 тысяч человек. По требованию американских экспертов, новая вакцина должна оказаться эффективной у как минимум половины участников исследований. Отнажусь к этому положительно. Вакцине доверяю, учитывая опыт наших медиков. А насчет прививации, я думаю, мне придется, потому что я преподаватель. И нам порекомендуют навещиваю это сделать. Мне кажется, вообще в общем, система здравоохранения и лекарств, она у нас такая, нацелена не на здоровье россиян, а на зарабатывание денег. Поэтому в данном случае нет, не доверяю. Тем не менее, российские власти в ближайшее время намерены выпустить первую партию препарата. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Форсированную разработку вакцины против вируса Мурашко объяснил невозможностью дожидаться полного завершения исследований. Также глава Минздрава сообщил, что за здоровьем тех, кто будет привит новой вакцины, будут следить с помощью специальной информационной системы и нового мобильного приложения.